Готово ли городское звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к новогодним праздникам, лично проверил мэр Магадана Юрий Гришан. Глава муниципального образования проконтролировал. Готово ли к экстренным вызовам медучреждения, спасатели и энергетики. Выездную проверку провели по пяти специализированным организациям Магадана. Городоначальник отметил, что работа спасателей крайне важна для жителей Колымы в любое время. Так вот первыми на все чрезвычайные ситуации всегда приезжает наше городское управление по делам ГОИЧС. Вот эти вот парни, спасатели, которые здесь стоят. Это спасение на воде, это спасение всяких сумасшедших, которые уходят в походы без карт, без GPS, без уведомления органов гражданской обороны, куда идут и когда хотят вернуться и где их искать непонятно. Вот эти вот парни, они занимаются этой работой. В связи с праздником Дня спасателя мэр Магадана наградил сотрудников поисково-спасательной службы, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана. Они получили памятные подарки, благодарности и медали. Также глава областного центра вручил сотрудникам квадрокоптер. В ухту батарейную, вы мне сказали, не берет. Там радиация или наводка какая-то, наверное, все-таки больше вопрос в квадрокоптере был, да? Поэтому, кто у меня выходит получать? Да, Муслимов Ренат Муслимович, мы с тобой и ходили, по-моему, да? Городоначальник отметил, что оборудование в организациях должно обновляться. Поэтому под Новый год сотрудникам Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана мэр вручил квадроцикл и две машины УАЗ. Источником приобретения новой техники стал местный бюджет в пределах финансирования Управления по делам ГОИЧС. Материальная база постоянно должна, конечно, улучшаться. У нас замена вот этих два автомобиля пришла на смену автомобилям, которым уже по 15-18 лет. А нам нужно быстро и надежно добраться до того или иного места, где есть сигнал о чрезвычайной ситуации. Квадроцикл подарила сегодня мэрия тоже. Это тоже важно, потому что зимой происходит на льду очень много ситуаций. Сегодня поздравляю всех спасателей с профессиональным праздником. Мы сегодня поедем и к региональным спасателям, потому что это такой очень важный микс взаимодействия всех сил и средств, которые есть на территории города и области. Но главным подарком в новом 2020 году для спасателей будет повышение заработной платы, рассказал Юрий Гришан. Это делается в том числе для предотвращения текучки кадров и чтобы люди закреплялись на своих рабочих местах. Учить спасателя трудно, лучше удержать повышением заработной платы, отметил глава областного центра.